Всем привет! Меня зовут София Тарасова, и я снимаю видео-ответы на свою официальную группу. Можем начать! Первый вопрос. Много ли у меня друзей из школы? Из школы... Ну, вообще из всей школы, как бы их не очень много, но со всеми одноклассниками я общаюсь. Какое мое любимое место в Киеве? Я не так часто гуляю по Киеву, чтобы знать хорошие места. Ну, вот. Так что любимого у меня нет. А что я жду от этого лета? Я не могу ответить на этот вопрос, что я жду от этого лета, но я могу сказать, что... То, что я хочу скорее, чтобы это произошло, это детское уравидение, детская новая волна. Я очень хочу скорее, скорее туда попасть. Скорее участвовать там. А то целое лето тружусь и стараюсь для этих конкурсов, чтобы у меня все получилось. Много ли я провожу времени со своими друзьями? Со своими друзьями? Я не могу сказать много или мало. Но я часто с ними вижусь и... Ну, там, в кино или еще куда-то, по парку, гуляем. Ну, вот так. Сколько лет я занимаюсь музыкой? В 5 лет я начала заниматься профессионально, а с 2 лет я вообще пою. Мне кажется, я пою вообще с рождения, ребят. Я не могу ответить так. Следующий вопрос. В каком классе я учусь? Буду учиться в 7-м Б. Можно про тебя создать официальный паблик? Да, конечно, я не против. Можете задавать группы, и мне будет очень приятно. Главное, сообщайте мне о том, что они будут, чтобы я знала, что у меня есть еще там какая-то группа. Вот так. Где я больше всего люблю отдыхать? Не знаю. Ну, мне очень понравилась страна Италия, и вообще мне очень нравится Италия, и кухня, и люди там. Поэтому, возможно, можно сказать ее любимой страной, там, где я хотела бы все время отдыхать. Знаю ли я группу девочек Open Kids? Да, ну, я знаю их, но я не знаю их вживую, и мы общаемся в ВКонтакте. Мне очень нравится их творчество, потому что мой педагог Екатерина Камар, которая написала им песню Stop People, написала и мне песню Намалюю, и написала песню Брюнетки и Блондинки, и написала им песню Stop People. Ну, то есть мы знакомы, и как бы просто не вживую. Кстати, я бы хотела с ними познакомиться, потому что я вижу, что они очень прикольные и общительные. Вот так. Есть ли у меня любимая игрушка? Ой, у меня есть четкая игрушка, с которой я люблю спать, которая классная, очень мягкая. Вообще у меня очень много, очень много игрушек, и у меня очень много мишек именно. Есть отдельная игрушка, которую я люблю возить на конкурсы, которая, как я считаю, помогает мне. Вот так. Расскажи о себе быстро и кратко. Быстро и кратко. Я позитивный, веселый, дружелюбный человек, который любит людей, которые истинные, добрые, и такие же позитивные, как я. То, что я успела сказать, кратко и быстро. Какая у меня оценка по математике за год? Восемь. Да. Это как бы если по старому оцениванию, как папа мой еще любит оценивать, то это четыре с... Нет, это четко четыре. Вот. Следующий вопрос. Ты часто едешь куда-то отдыхать? Да, с родителями как бы не всегда отдыхать, но там по экскурсиям. Но я часто выезжаю за границу. Сомалия встречала рассвет. Да, мне это понравилось, это было очень прикольно. Вот так. Соня, а ты что Юлию Васильевну знаешь лично? А ты говоришь, что незнакомых людей не добавляешь? Ну, нет, я ее не знаю лично. Мы познакомились в ВКонтакте, она предложила то, что она создает... создаст группу, и мне это понравилось, и я ей очень благодарна. Вживую мы с ней не знакомы. Просто она администратор моей группы, и я добавляю ее. Если вы администратор группы, или кто-то там фотошопер, или что-то такое, то мне будет очень приятно, и я добавлю вас, друзья. Только мне предупреждайте об этом. Кто именно? Я добавлю. Следующий вопрос... Может ли тебе звонить администратор группы по вопросам, которые интересуют? Да, может, только не так часто. Не очень часто, пожалуйста. Ну, так можно. Но лучше ВКонтакте. Видела ли я своих соперников на детскую новую волну? Да, я видела своих соперников, но... Потому что все на отборе видели. Я в Москве, аж когда был отбор, то я видела всех. Я не могу сказать их фамилии, потому что я сама их не знаю. И понятия не имею, как именно кого зовут. Но там были сильные дети, и мне будет приятно с ними побороться. Можно ли с тобой как-то пообщаться? Вживую вряд ли мы сможем с кем-то увидеться, потому что... Ну... Я не люблю вот это... Заводить новых друзей через ВКонтакте. Даже если я нравлюсь как молодой начинающий артист. Ну, так можем ВКонтакте пообщаться там. Я не против. А кто выбирает мейкап на всякие конкурсы? Кто выбирает мейкап на всякие конкурсы? Это первый раз. И вот этот пробный мейкап и пробная прическа, это вот на Евровидении. И это первый раз у меня такой, чтобы приезжали стилисты, которые пробовали, как мне лучше, как мне хуже. А так обычно либо я сама крашусь, либо мама меня красит. Следующий вопрос. Какую песню я буду петь на отборе детского Евровидения? Это секрет. Я пока что не могу никому сказать, потому что это секрет. И я расскажу только уже ближе к Евровидению. Вы услышите ее? Я, возможно, отправлю ее ВКонтакте. Вы сможете ее услышать. Вот так. Есть ли у меня ВКонтакте альбом с названием Круиз? Да, у меня есть альбом с названием Круиз. И скажи, пожалуйста, по каким городам или странным он был? Он был по Средиземному морю. Я знаю, что мы точно приезжали к Риму. У меня даже есть футболка. Да, мне очень понравилось. И я могу сказать, что мне очень понравилось. И это был первый круиз, в котором я была. Посредиземного моря. Мне очень понравилось. Реально. Это было классно. Я очень боялась. Сначала первые три дня. Первые три ночи я вообще так боялась. «Титаник». Что-то типа того. Следующий вопрос. Куда я поеду учиться после школы? Сколько лет буду учиться? 9 или 11? Я не знаю еще, куда я очень мечтаю учиться. В Америке или в Англии. Но точно не в Украине. Точно не у Поплавского там. Или в Глиера. Но пока еще точно не знаю. Сколько лет я буду учиться? 9 лет или 11? У меня еще есть время подумать. Так что я еще подумаю. В какой стране училась твоя сестра? В школе она училась в Украине. С первого класса по четвертый она в одной школе. С пятого класса по восьмой класс она в другой школе. А потом еще три года она училась в моей школе, в которой я сейчас учусь. А училась в... Как бы... Потом уже после школы она училась в Швейцарии. Вот так. Это были не все вопросы, ребята. Я еще дальше отвечу вам сейчас, потому что все не вмещается в одном видео. Я постаралась ответить на... На 17 вопросов. Даже больше. Потому что иногда в некоторых вопросах было три вопроса. Но это ничего. Я не затруднилась вам ответить. И отвечу дальше. Просто чуть-чуть подождите. И... Все будет чики-пики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.